Девушки отдыхают Что вы думаете об актерах? Да они все из голубой мафии Да ладно, почему это? Да потому что жидомасоны Они везде В Нью-Йорке, в банке, в телевизоре Вон, Березовский с ними тоже был Его оттуда пи***нули Остальные так и правят Актер это Профессия, конечно Он о нас должен думать Простите, можно вопрос задать? Что вы думаете об актерах? Ну что, молодцы они Молодцы? Ну да, молодцы Вот Галкин, например, нормальный чувак был Нормально играл так, жизненно Синяк, правда, был Поэтому помер быстро Спасибо А что у вас за программа такая? Когда покажут? А это не программа, это кино будет Типа документальное Нормально Жизненное, то есть? Ну да, типа жизненное Нормально Что, правда? Да А на пятом курсе В КГБ забрали Вот Я эту инфу, кстати, на сайте Выложил на своем Белбро.ру Зайдите, посмотрите Кстати, Обама тоже актер Причем белый Это доказано Кем доказано? Ты что, отсталешь, что ли? В интернете выложено все А кто же тогда на самом деле правит? А этого не знает никто Настоящий властитель Я себя не показываю Мой любимый актер Всегда был Андрей Миронов И человек, действительно Положивший свою жизнь на это дело И считаю, что вот именно Что действительно можно быть актером Только если ты готов Вот всю свою жизнь Сложить на эту профессию Актер это образ жизни И я скажу вам так, что Мужчина актер и женщина актер Разные вещи Кто-то сказал, что Женщина актриса больше, чем женщина А мужчина актер меньше, чем мужчина Вы знаете, любить театр Это все, что спрашивают Любить ли вы женщину, да? Можно иметь в виду Одну женщину А можно любить все женщины вместе Тот театр, в котором Сегодня представлен в Москве Я не люблю Потому что большинство Постановок, которые идут В театрах В том числе и в этом Можно просто закрыть Людей распустить И режиссеров лишить работы Потому что такое чувство Что люди Не знают, что они хотят Они не знают, что делать В своей профессии Не знают, что делать С теми людьми Которые доверили им свои судьбы Спасибо Ну что? Готов? Не знаю Как режиссер хочу сказать Что я могу сказать? Эти фильмы хочу сказать Как режиссер Ну что я могу сказать? Я хочу сказать этим фильмам Что я могу сказать? Как режиссер Эти фильмы я хочу сказать Есть? Как режиссер Что я могу сказать? Как режиссер Хочу сказать Я могу сказать Да ладно Короче Давай без этих Как режиссер Что я могу сказать? Я работал в милиции Теперь это полиция Типа Полтора года Занимался служебной Видеосъемкой Ну в общем Это когда Следственные эксперименты Снимают опознания Допросы Все такое Ну вдруг кто-нибудь сознался А на следующий день В отказку идет Ни в какую А у меня все заснято Прикольно, реально Снимал Много чего Ну ясно дело Для себя Самое интересное Быкапил Потом показал друзьям Ну все сказали Все Что ты, блин Мих, давай дело Смортируй кино Там отрыв башки У всех будет Такой материал уникальный То я и сделал В общем снимать Я старался на две камеры Это же не кино Еще же парадокс Такой получается Что Дублями не сделаешь Хотя некоторые сотрудники Умудрялись Даже Такое Такое устраивают Что Дублями работать Вообще С восьмерки снимать Устраивали Вот типа Типа Прославиться Прославиться Хочется всем Это туда Сначала Руководству нравилось Что я делал Ну типа Хороший там Типа Фильмец Делает Про наш Про нашу Нелегкую жизнь Про нашу работу А потом Увидели Много лишнего Раньше не видела А сейчас увидели У меня ясен Безопасен Пинка под зад Ну это короче В прошлом На самом деле Опыт получил Колоссальный Вот Да и вообще В конце концов Понял Что заниматься Вот этим Гораздо приятнее Чем тем Что там Происходит Хотя Что там Происходит Еще Сейчас не об этом Значит Вот Короче Я и не монтировал особо Прикольно Реально Ну смотри Типа Любовь Оставляем Бытовуху Чик Вырезаем В корзину И все Красивая Сказка И зрители И зрители Это у них Слюни лекой А Понимаете Им нравится Нравится Как это у вас Там все Красиво Плачут Все А почему Да потому что У них самих Ножниц нет Чик Монтаж Не могу сделать Пол жизни В корзину А потом Только Начал что-то Понимать И все Хоп Блин Конец Фильма И все Красивая Мне сказка Лицо Не полю Ну Мне тоже Устроят Отрыв Башки Это Съемки Типа Служебные Сейчас Вы увидите Как Сносят голову Актерам И ментам Приятного Просмотра Берегите Мозги Здорово Здорово Давно ждешь Да нормально Красиво здесь Ни хрена себе Дурка А у тебя что две камеры Николков Началовский Твое Слушай, Серег Это не больница Это большой театр какой-то У нас с тобой вся жизнь театр Ну да А вы заметили, что здания больницы, театра и прокуратуры Абсолютно одинаковые Давай Здесь нельзя снимать Здесь нельзя снимать Это спецчуждение Ну и че мне в силу твоя Здесь все такое Камеру убери, я сказал Ну и че Хух Прошу настраивать уже, на полковку, Человский. Идет доктор уже. И поворачивался спиной к больному. А как их различить-то? Да. Ладно, пройдемте. Я как раз поместил ее в отдельную комнату, так что вам будет удобнее. Погодите, погодите. Что это? Сколько раз я вам говорю, не проходить через женское отделение. Ну что, давайте, поезжайте. Леха! Давайте, быстро отсюда. Леха! Леха, ты пришел за мной. Ёпты, че так долго-то? Леха! Ёпты, че так долго-то, Лех? Леха, Леха, я сзади, Леха. Леха, слега мне принеси, Леха, Леха. Снега принеси мне, Леха. Дай пести меня, замки. Вот. Вот она, вот она, зорница шизофрении. Тяжелый, тяжелый случай. Случай тяжелый. Ладно, извините. Слушайте, скажите, пожалуйста, а что вот это, обязательно снимать? Да, обязательно. Ну, хорошо, пойдемте. Здравствуйте. В общем, вечером сегодня, могу говорить. Сейчас. Вы не уходите? Может, чем помочь? Нет, пока не надо, спасибо. Спасибо. Да, так вот, она очень хорошая, я хочу вам сказать, очень хорошая. Ее бояться даже не надо. Если бы вы только знали, сколько я видел здесь дегенерации. Ой, боже мой. Да ничего, ничего, мы тоже насмотрелись. Да? Тоже насмотрелись. Ну, видите, это хорошо. Так. Что это я думаю? Да, посмотрите, здесь нужно ее вот так чуть-чуть вверх прижать. Вот это все из-за славы. Вот, да, нет спора безусловно сильных. Требует надзора. Шекспир. Что тут смешного, молодой человек? Что смешного? Вот вы смеетесь, а вот вы даже представить себе не может, как вот здесь вот можно сразу вот... Крыши поедут? Да, крыши. Вот вы понимаете, а многие не понимают вот. Ну, что это, давай я. Да нет, нет, нет. Твои друзья, вы понимаете, актеры, писатели, художники, аквалангисты, дипломаты, политики и министры, вот все, все здесь. Рано или поздно. Да. О, здесь были короли нефтяные, отец и сын. А потом еще один угольный. Да. Смотришь, смотришь на человека, вот все у него есть. Деньги, власть. Ну, что еще? Ах, да, уважение. Уважение. Вот у нас сейчас один сидит. Ай, у него в палате на стене фотография висит. Ну, жена принесла, чтоб как дома было. Так вот, на этой фотографии он, а рядом с ним, я даже сказать не могу. Да, да, да. Вот оно, уважение. А финал у всех одинаковый. И знаете почему? Я вам объясню. Потому что власть и деньги, они вредят организму. Да, 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 они бьют по голове. А голова у человека самое слабое место. И так что получается, что где тонко, там и рвется. Самое ужасное это иллюзия уважения. Вот. Ой, мои друзья, это страшно. Вот живет человек. Ну, прекрати ты. Живет человек с большим-большим уважением. Живет он с этим уважением. Он к нему уже привык. Так как к уважению привыкает очень быстро. И вдруг... Нет никакого уважения. Ну, как с Буратино. Он вначале был полен, а потом стал мальчиком. А теперь у этого наоборот. Он был вначале мальчиком, а стал полен. Да. Был мэром, а потом... Вуф, пузырь лопнул. Громкий звук. И город подумал, учения идут. Вот так вот. Ну, ладно. Это ключ не тот, доктор. Не тот. Да. А куда ему потом без уважения-то идтить? Некуда. Вот он и к нам. Вот он и у нас. Я, вообще-то, всегда прошу список вопросов заранее. Прекратите снимать, а? Уберите камеру. В театре нельзя снимать. Театр это вам не кино. Да я понимаю. Я все выключаю. Вот. У меня вопрос всего один. Какой? Почему это случилось в вашем театре? Если вы об этом, мне следствие запретило отвечать на эти вопросы пока. Понимаете, да? В интересах его следствия. Давайте. А времени у меня нет совершенно. Без комментариев. Попрошу вас. Почему вы уволе Альни? Ведь ее вина еще не доказана. Она под следствием. Спектакли сорваны. Срыв спектаклей. Понимаете? Но какой срыв? Какой срыв? Люди ж погибли. Мы установим. Табличку Олегу Ивановичу в холле. Мы всем таблички установим. На спектакли тоже ходят люди. Мы не можем закрыть театр. Он нужен людям. То есть вы будете ставить гаммета дальше? Конечно. Это наш лучший спектакль. Но вы продали билетов больше, чем до трагедии в вашем театре. Вы сделали из нее пиар. Работа директора делать из трагедии пиар. Понял меня? Мы драматический театр, а не хрен собачий. Я не понял, вы не выключили камеру, что ли, а? Камеру выключите, а? Вон, вон дверь, идите отсюда. От камеры руки уберите. Я сказал, нет интервью. Сегодня нет и завтра нет. Все. Свободны. Точно не тот был. Да. Да? Ну, а... Извините, приходите, не надо. Не надо, Жаня, не убавься. Не зател желудок, заманил земель. Нет. Иди, не надо. Иди, не надо. Э, ты что, сформация? Э, ты что, больной, что ли, а? Извините. Извините, Бога ради. Можете идти. Да, извините, Бога ради. Все, свободен. Да, извините. Блин, ну и кровь это лекарь, а? Ты видал, Талек? Хуй. А ты снимай давай. Только думай, что снимаешь, Тарантино, блядь. Эй, эй. Давай, вставай. Ну, Хач, давайте, давайте, давайте. Сейчас поможем. Тихо, 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 тихо. Тихо. Да тихо. Спокойно, спокойно. Спокойно. Все, все, сидим. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Все, ладно, давай. Сегодня суббота, 12 марта. Начинаем допрос подозреваемой в тройном убийстве. Проводится служебная видеосъемка. Допрос проводит майор Беленков, капитан Черных. Че, снял? Так точно снял. Ань, извини, пожалуйста, пару вопросов. Привет. Привет. Ань, привет, премьера. Пару вопросов для нашего телеканала. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. А вот если убрать эту штуку, вообще будет отлично. Скажи, ну вот за целый год несколько премьер, три громких фильма. Как ты все успеваешь? Рано встаю и поздно ложусь. Скажи, а правда, что ты отказала самому? Ой, слушай, давай без фамилии. Ну да, отказала, да. Почему? Ты можешь себе это позволить? Да, могу. Аня, привет. Тебе, видимо, повезло, тебя обошли стороны, дешевые сериалы. А ведь для многих актеров это хлеб. Тебе не завидуют? Ну, я как-то не думаю, завидуют меня или нет, но я не считаю, что актеров как-то губит хлеб. А что же, по-твоему? Ну, скорее, скорее количество масла на хлебе, да. Но тут каждый сам выбирает, так что все честно. Скажи, а ты сама бы могла прожить только на одном хлебе? Представляешь, я жила на хлебе, и ничего. Меня это сделало только сильнее. Невероятно. Трудно поверить. Скажи, а вот теперь вот Гамлет, в котором ты играешь, Офелия, Шекспир, Гамлет, Офелия, это все, о чем ты мечтала? Не боишься, что ни о чем будет думать? Чего ты хочешь? Нет, нет, не боюсь. Кстати, у нас будет юбилейный спектакль. Приходи, приглашай. Мы с удовольствием. Кстати, на афишах, почему вы изменили название? Не Гамлет, а быть или не быть, это что? Нас ждет скандал? Тем более режиссер. Приходи, и все увидишь. С удовольствием. Скажи, так все-таки, быть или не быть? Гамлет сколько ни бился, так и не пришел к выводу? Что ты думаешь по этому поводу? Анечка, смужин увидел на отличный. Ты просто меня уничтожила. Поздравляю, поздравляю. Спасибо. Антре, ты будешь? Да, конечно. Молодец, все. Давай, Кишин. Давай. Давай. Так что, ты к какому выводу пришла? Ты о чем? Быть или не быть? Быть, конечно быть. Спасибо большое. С вами была программа «Шекспиру не снилось» и я и бессменная ведущая Лена Блазкова. Увидимся в эфире. Спасибо большое. Спасибо. Все, сняли, да? Все, ну совсем они зазвездились. Забыли, кто их звездами делает. Спасибо. Ну что, давай поступим, да. Драться не будем, да? Вырязывай, да? Просто поговорим, Анна, да? Просто поговорим. Поехали. Спасибо. Поехали. Спасибо. Спасибо. Чего молчим? Ну? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! какая хорошая гримерка спасибо вам у каждого актера должна быть своя гримерка я мечтала а что это плохо мечтать да нет нет даже смотри о чем мечтать гримерка это очень важно для актера здесь он должен оставаться один это важно для роли вы понимаете для роли если актер не может оставаться один он не может прислушиваться голосом которые у него внутри они очень тихи да они поют вот так папа 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 Художественное. А вы слушаете свои голоса? У вас есть в голове голоса? Да нет, наверное. А, слава, цветы, деньги, а что хорошего, что хорошего в цветах, сорванные цветы, это же ужасно, они не живые, они умирающие, у нас в театре все особенное, все поклонники маньяки, а все актеры извращенцы, нормальный человек будет ходить в театр, а? А? Нет. А играть в нем? Тем более нет. А без славы жизнь, это что? Ожидание старости? Ожидание старости, а потом все, мрак, вата, списка кокойна, скорбим, жена, дети, коллеги. А когда актер умирает, кто скорбит? Ну что? Никто. Никто. Все только делают вид. Режиссер рад. 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 Он давно хотел заменить. А коллеги, коллеги, коллеги тоже рады. Гримёрка освободилась. Роль освободилась. И публика, публика тоже рада. Причем? Ну она делает вид, что скорбит. Ну это же... Для них это событие, вы понимаете? Событие. Да. А эти коллекционеры билетиков, да они же, они же, они же ненормальные. Да. Вы знаете, что для них иметь билетик на спектакль, который отменили из-за смерти актера, это... это очень, очень престижно. Да. К нам ходит один такой. У него целая коллекция таких билетиков, да. Целая коллекция, знаете... У него... Нет, ну все, все, спокойно. У него... У него Высоцкий, Миронов, Попанов, Леонов, Абдулов, Янковский. Ой. А кто следующий? А? Кто следующий? Вот. Фотографы. Вот эти. Эти хуже всех. Они хуже всех. Фотографы. Они... Они снимают чужую славу. А сами тоже славы хотят. Да их же насквозь видно. Их видно насквозь. Они хуже всех. Это они Диану убили. И вообще... Вы их когда-нибудь считали? Скольких человек они убили? Эти фотографы! Эти сволочь! Да, да, все нормально. Вы, конечно, считаете, что мы ненормальные, да. Мы творческие. Мы актеры. Да? Да? Но вы... Вы такие же ненормальные. Вы даже хуже? Да! А все хотят славу. Все! Водители такси, уборщики мусора, фотомодели с ногами, эти домохозяйки с укладкой феном, люди в черном, люди в белом, люди в погонах и даже люди на лыжах. Те... Те тоже хотят славы. Они... Она у них есть. Да, она есть. У них много славы. Но они ее тоже хотят. Да, да, это... Да нет, это правда. Правда? Ну что? Нет, это... Нет, это нормально. Без славы жизни. Это что? Это ожидание старости. Да. Нет, нет, нет. Только не это. А... А что? Нет, это было бы нормально, если бы не было войны. А вы знаете, почему люди убивают друг друга? Знаете? Почему? Да, из-за славы, конечно. Да. Ну... Женщины... Женщины, они любят таких мужчин, да? У которых эти... Города сожженные за плечами. Да, города там. О, а кто? А кто-нибудь жалеет эти города? Кто-нибудь думает про них? Думает? А вы знаете, что в каждом этом городе была своя архитектура? Я... 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 Я как давно маленькая, я решила стать актрисцей. Потому что это самая лучшая жизнь. Да. Как самые важные решения человек принимает, когда он маленький. Потом это уже не решение. Это уже вложение. Да. А я решила стать актрисой. Потому что это самая лучшая жизнь. Это не просто. Надо пропустить ток через тело, через душу. Да. Сломать свою жизнь. Расшатать свои нервы. И вообще, знать наизусть кучу текстов. Чих-чих-чих. Жаль. Да. Да. Так говорил мой мастер. Я с ним согласна. Не важно, как его звали. Не важно. Не важно. Не важно. Не важно. Не важно. Я для... Я для театра сделала все, что смогла. Все. Все, что смогла с собой. Я выучила все тексты. Угу. И что? Я пропустила через себя ток. Это было больно. Угу. Больно. И что? И что? И кому нужно то, что я поняла? Кому? Где эти режиссеры, а? Где они? Где эти мастера? Вот то, что я... То, что я хочу играть, я не могу. Не дают. Не дают. И зачем я это сделала с собой? Зачем? Вот что? Что мне теперь делать? Вот с такой вот умной? Ну что мне делать? Ну что? Когда я была маленькая, я думала, жизнь будет комедия. А получилось... Трагедия. Шекспир. А вы... А вы осторожней. С вами тоже это может. Да, да, понятно. Да? Да, да, да. 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 Аня. Да. 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 Что? А? Это все очень хорошо, что вы говорите. Но вы поймите, вы же не просто юбилейный спектакль сорвали. Да? Это ведь уже не шутки. Это не театр. Это жизнь ваша. Настоящая. Вы понимаете, что вы убили трех человек? М? Хорошо, я по-другому поставлю вопрос. Вы это хотя бы помните? Да, конечно. Я ее хорошо знала. Мы с ней вместе... В нашем театре и так все хорошо друг друга знают. Потому что места мало? Какого места? Не поняла. Ну, потому что все сталкиваются. Да. Конечно. Это же театр. Это как детдом. Вместе растем. Приходится общаться. Слышать друг друга. Может, даже за что-то бороться приходилось? Бороться? Нет. Не приходилось. У нас с ней и амплуа были совершенно разные. У меня роковые женщины. У нее... Просто девочки. Я и роль Офелии... На эту роль никогда и не претендовала. Надо мне больно. Хотя режиссер не предлагал и не раз. А вот, говорят, в театре всегда за роль борются. А у вас не борются за роль? Нет. У нас, может быть, такое бывает. Но, вы знаете, вообще актриса, которая достаточно уверена в себе, которая понимает свои данные, которая понимает свои слабые стороны, сильные стороны, она всегда понимает. Офелия – это, конечно, совершенно не мой материал. Если говорить о том, что мне вот, например, близко, что бы мне хотелось сыграть из шекспировских героинь, я бы, конечно, вот мне... А вы уверены в себе? Да. А Аня была уверена в себе? Аня? Ну... Не знаю. Ну... Аня была... А почему была, вы думаете? Она не вернется в театр? Почему? Нет. Ну... Знаете, смотреть, чем там не все кончится... Кошмар, конечно. Я до сих пор не верю, что она на это способна. Потому что... Не верите, что она могла это сделать? Не знаю. Никто не знает, что там у них произошло. У Ани были с этим... молодым Гамлетом... были. Они в последнее время и не скрывали этого... свои отношения. А в театре вообще невозможно скрыть. Мы же здесь все как бабочки под стеклом. Ради роли. Многое можно. Но не такое. Ну... Я... Мне все равно... Я не верю, что она могла это сделать. Что она на это способна. А вы? Что я? Вы способны? На что? Убить троих коллег по театру? Конечно. В смысле... Нет. Конечно, нет. Но вы же роковая женщина. Ну, Памплоа роковая. Актриса — это профессия? Да. Да. А вы... когда решили стать актрисой? Сколько себя помню. Наверное, в школе еще. Наверное. А вот откуда вы знаете, что вы роковая? Это кто вам сказал? Режиссер? Извините. Мне гримироваться пора. Хватит, я сказала! Уходите, пожалуйста. Я не хочу больше... мне это неприятно. Пожалуйста, уходите. Ань, вы это признаете? Нам признания нужны, вы поймите. Нам правда нужна. Не это кино твое! А правда, блин! Анечка, 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 Анечка. тихо, 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 тихо. Ну все, все. Это, это... Да? Нормально, все хорошо. Это уже не кино. Это то, что сейчас с вами происходит. Понимаете? Ну? Ань, чего вы молчите? Анечка, вы не молчите. Вам так тяжелее будет. Гораздо тяжелее. Ты наше, скажу мне. Все, 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 все. Все, все, все. Все, Анечка. Аня. Я не понимаю, как это могло с вами случиться? Вы же такая девушка из хорошей семьи. Мы же все про вас знаем. Вы актриса. И все у вас было. Слава, все дела. И вдруг такая ужасная история с вами. Так как же это произошло? А? Расскажите. Альфа, вы мне доверяете. Доверяете. Расскажите просто все, как было. Вы это сделали из-за него? Чтобы он стал Гамлетом? А, это вы сделали, потому что вас с роли сняли. Ну скажите. Чего молчишь ты? Не надо, не надо. Вы мне можете доверить. Так почему? Вы не молчите. Не молчите. Вам сейчас, чтобы выбраться отсюда, надо много говорить. Надо говорить. Понимаете? Вы знаете, во что может превратиться в тюрьме вот такая вот девушка из хорошей семьи? А? Вы же не хотите в тюрьме. Скиреп, блин! Поняла? Скиреп! Спокойно, спокойно. Сейчас, сейчас, сейчас. Тихо, тихо, тихо. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Давай, 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 дам Павлович. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, спокойно, спокойно. Еще? Дышим. Все, все. Все хорошо? Угу. Говорите. Вы не обращайте на него внимания, вы говорите. Вы бы поймите, он же был, он был в Югославии, он был в Сербии, на Кавказе. Не один год провел. Ну, а там же год за три, ну, можно же понять. Да что ты ей объясняешь, я не пойму? Что ты ей объясняешь? Ты ее посмотри. Она же не понимает, ни хрена. Я иду, блядь, один. А рядом Валера идет. Идет своими ногами. Топ, 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 топ. Потом Минана и нету ног. Вообще нету, Аня. Нету ног. Они в стороне лежат у Валеры. Я эти ноги поднимаю, их к себе в рюкзак кладу. А Валеру на себе несу, понятно? А Андрюха, он побежал, дурак, а бегать нельзя. И Минана, и Андрюха без головы, поняла, блядь, без головы вообще. Она в стороне лежит. И я эту голову поднимаю, эту голову в руках держу, Андрюха смотрю в глаза. И себе в рюкзак кладу. И у меня в рюкзаке все наши пацаны, Ковский пацанов, Аня. Все пацаны здесь, поняла? Ты мне тут говоришь, блядь, эти актеры там, какие-то, Шекспиры, трагедии. А я говорю, вертолеты не волнуй сюда. Ввертолеты не волнуй. Нас бросили, блядь. Бросили, я поняла, тварь, блядь. Еще раз мне скажешь, блядь, про актеров своих, знавалю, блядь. Да ты что, Серега? Все, блядь, не трогай меня, блядь. Тихо, тихо, тихо. Серега, да ты что? Серега, ты что? Серега, ты что? Нормально все? Хоть ты снимаешь, выруби нафиг балалайку свою. Выруби нафиг. Я актер. Всего лишь инструмент. Ну, я даже не могу сказать честно. Ну, не знаю, как вам ответить на то, что вы спрашиваете. Есть ли граница между театром и жизнью? Не знаю. Вот у меня ее нет. Иногда я утром просыпаюсь, и часто мне кажется, что я нахожусь в какой-то чудесной пьесе. Или ужасной. Ну, в зависимости от настроения. Я, кстати, вчера летел из Лондона. Мы приглашали в такую потрясающую антрепризу по Эжену и ОНЕСКО. Такой чувственный, абстрактный абсурд, я не знаю, на грани фола. Вот. Летел первым классом. О, кошка. Я заметил, небо менялось за все время полностью четыре раза. Сначала было грозовым. Так что даже было страшновато, честно говоря. Ну, вдруг молния попадет в нас. Потом вдруг солнце. Потом вдруг небо стало огненно-розовым. Как будто мы влетели в стаю фламинго. Потом небо стало черным. Ну, как бархат в точечку звезд. Потрясающе. Понимаешь? Вот. Понимаете, я не знаю, есть ли граница. Ну, где границу неба? Нету. Я ответил? Спасибо. А все-таки вы ведь тоже играли? И один раз? Вместе. С кем? С Аней. А, с Аней. Да, играл. А какой вы ее знаете? Ну, я не то, что ее знаю. Люди думают, что актеры такие распахнутые ветром газеты. Все по ветру и все вот такими крупными буквами. Да, мы внутри очень сложные. Но мы закрытые. Мы довольно закрытые. Я не очень хорошо ее знал, если честно. Такая талантливая. По-моему, чувственная. И ранимая, как все мы. Почему она убила коллег по театру? Почему убила? Вы тоже думаете, что это не она? Это не мое дело думать. Я не сыщик, я актер. Я о другом. О чем? Ну, о том, что, может быть, не убила, освободила. Освободила? От чего? От борьбы. От борьбы? За роль, что ли? За роль? Нет. За роль нет. Ай, вам трудно это объяснить. Я думаю, что вы меня не поймете. Но, как бы это сказать, актеры, они вообще другие. Другие. У нас перевернуто, что ли, все. Там, где у вас потолок, у нас пол. И вообще все, что до театра и после театра, это так, это не жизнь. Такая-такая долгая дорога. Долгая, нудная. Скорее всего, даже сплошная пробка. Пробка по дороге в театр. Вот это жизнь. А театр, вы сами посмотрите. Театр. Это и есть жизнь. Вот только это и есть жизнь. Понимаете? Потерять роль. Любимую роль. Мне кажется, это побольше, чем потерять. Там, ноги, руки, глаза, я не знаю. Вообще потерять все. Все. Понимаете? И чего тогда вообще жить? Не знаю. В общем, все. Я все сказал. Спасибо. Я вас люблю. Быть или не быть. Вот в чем вопрос. Ну что, нормально все? Нормально? Ладно, 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 все. Ладно, ладно. Ладно, ну что ты? Ну что? О, блин. А в вашем театре тут без пол-литра ты не разберешься. Все, ну, Серега, ну, хорош, хорош, хорош. Ты что? Ты хорош, хорош, хорош. Ты что? Ты что? На, воды попей. У вас там маньяк на маньяке сидит, да? Каждый на такое способен. Не, ну вы чего? Вы чего, актеры? Вы что, реально, что ли? Я не могу, не могу понять. Вы реально, что ли, за роли на все, что ли, готовы? Вообще на все? Ты понимаешь, что ты говоришь-то? Понимаешь? Угу. Твою дивизию. Серега, ты слыхал? Вот, а ты говоришь, Сербия. Что там? Сербия. Вот где горячая точка-то. Вот она. Да. Ну ладно, тут все понятно, все улики против вас, вину вашу мы докажем. Все равно хочу понять, не понимаю я, ну не понимаю. Ну ладно, Афелию там ты положила. Ну все ясно, там ревность, там борьба за роль. Тоже вот мотив для убийства, да, Серега? Завалила и за роли. Ну это ладно, это понятно, проехали. Ну хорошо, а Гамлетов-то обоих за что? А, Ань? Ну это ж мужские роли. Двоих взрослых мужиков за что? За что? А? Ну объясни мне. Не понимаю я. Произвожу показ фотографий с телами убитых. Смотрим внимательно сюда. Смотрим, смотрим. Сюда, смотрим. Вы узнаете этих людей? Аня, вы людей этих узнаете? Я вас спрашиваю. Чего молчим-то? Мы можем вас в морг на опознание вывести. Только врачи против, говорят, не справитесь. Так что смотрим внимательно фотографии, смотрим. Смотрим на фотографии. Демонстрирую фотографию с орудием убийства. Со следами бурого цвета. Смотрим на фотографии. Смотрим, смотрим. Слушай, ну а все-таки, ну, что там случилось? Ты же при этом был. Ну, был. Ну, я же не до конца был, слава богу. Ну, тем более, раз выжил. Расскажи. Ну, а что рассказывать? Был у нас один актер. Старейший наш, Олег Иванович. Гамлета играл. 30 лет. Хорошо играл. Конечно, хорошо. За 30 лет ты бы тоже в образ вошел. Ну, и вот. В общем, вечер. Премьера. 30-й сезон. Аншлаг наш. Соответственно, все нервничают. Идет Олег Иванович к себе в гримерную. Я с ним. Гримировать его. Гамлета первого гримирует. Ну, конечно. Принь же все-таки. Ну, и вот. Приходит Гамлет к себе на работу. Снимает Гамлет боты. И видит, что в его гримерной на его кресле сидит другой Гамлет. Молодой. Стажер. Ну, да. Какой стажер? Нет. Он у нас уже лет 5, наверное, в театре работал. Гамлетом считался. На случай, если Олег Иванович заболеет. Но гримерки своей не имел. Ну, гримерку заслужить надо. Конечно, заслужить. Все нужно заслужить. Это же театр. Здесь у нас не работают, между прочим, ты в курсе? А служат. Ну, и чего? Ну, в общем, Олег Иванович приходит к себе в гримерку. Увидел этого молодого. И говорит. Привет, мол. Как? На моем кресле-то сидится. Хорошо? Тот отвечает. Хорошо. Олег Иванович продолжает. Да, плох тот актер, который не мечтает стать Гамлетом. А сейчас, слезай с моего кресла, я буду гримероваться. А молодой, не слезу. Это моя гримерная. Это мое кресло. Это моя роль. А вы теперь пенсионер. И он поверил? Сразу? Нет, сразу он не поверил. А молодой продолжает. Если вы мне не верите, можете спросить у нашего директора. Он меня сам лично попросил вам об этом сообщить. Он вас так любит. А у нашего директора действительно есть такая привычка. Об отставке актеры от него лично не узнают. Сам и любит говорить. А, и потом вообще другая тема. Очень интересно. В общем, приходит Офелия. А у нас в театре тоже было две Офелии. И причем перед премьерой одну снимают. Причем не старую, а молодую. Это Аню. Ну да, Аню. Вот. Заменяют на другую Царствие Небесное. Ну и что? Как это случилось? Все. Как, как? Значит, собрались Гамлеты и Офелии в гримерной у Олега Ивановича. Для обмена мнениями. Ну, я, соответственно, вышел. У нас не принято мешать, так сказать, передаче «Истафеты времен». Ну, а дальше слово за слово, как говорится. Наши актеры, они ж как дагестанцы. Сразу же к делу переходят. Тем более Гамлеты. Ну и вот. И у них еще, кстати, есть лицензия на ношение, как его? Шпаги. Лицензия. Понимаешь, да? Вот. А Офелия, та вообще трагическая женщина. Наши люди театральные, они всю жизнь играют в трагедиях. И это сказывается. Короче, умерли все. Ребят, Шекспир. Как и полагается. Ну да. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Хорош не снимать уже. Иди лучше Гамлетов и Офелий снимай. Иди отсюда, я тебе говорил. Иди. Смотрим на фотографии. Тихо, 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 тихо. Тихо. Ну так что? Фотографию смотрим. Что ты катаешься? Поднимай, поднимай. Поднимай. Тихо, 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 тихо. Он был, он был настоящий. Он был настоящий Гамлет. Он был лучше всех этих новых Гамлетов. Он мог сыграть Гамлетов. Лучше, чем все эти новые Гамни. Лучше. Он был такой, был такой, такой чокнутый. Конечно, принято считать, что все актеры чокнуты. Ну, это не так. Это не так. Это неправда. Да это мы в курсе, что это неправда. Все актеры только притворяются чокнутыми. А на самом деле они не чокнутые. Это же выгодно притворяться чокнутыми, да? Напортачатся, а потом раз и не в Минько. Это же удобно, правда? Чокнутые. Вот если нормальный человек даст кому-нибудь по морде какому-нибудь своему современнику, что с ним будет? Что с ним будет? Звезды ему дадут, Аня. Правильно. А если актер это сделает, что будет? Только узнаешь, что он актер скажет. Ой, 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 извините. Ой, актер, ой, актер, не трогайте его. Причем тот же скажет терпила, которому по морде дали. Он же скажет. У меня-то че, у меня рожа так. А он у меня художник, он у меня образ ищет. У него грани образа, да? Они хитрые ребята, эти актеры. Да, это правда, но он был не такой, он был тегнутый. Он не так, не так, а все не так. Да че ты мне заливаешь-то? Ну че ты мне заливаешь? Так, не так? Актеры. Раньше актеры были. Он того же, Смоктуновского возьми. Правда, про него тоже говорили, что, мол, того немножко. Ну так это же Гамлет. Заслуженный, понять надо. И как он это у тебя вот все показал? И как он показал тебе вот это все? Быть или не быть? Вот, вот как показал. Вы тоже любите Шекспира? Блядь, да мы без него дня прожить не можем. О, Серега проснулся. А вот тут о вечном. Как обычно. Или вот Леонова возьмем. Вот это артист. Вот эта глыба. Ему притворяться, чтобы его великими считали, не надо было. Не надо было, так или нет. Он же не корчил ничего. Он был человеком. Вот это я признаю. Вот это актер. А сейчас что за актеры? Ты посмотри, что за актеры сейчас. Они же такие тесные, такая теснота душная внутри. Как в лифте обоссанном. У них такое ощущение, что у них там тесно, места внутри нету. Все приставучие, какие-то крикливые. Глазки у всех бегают. Да, глазки у всех бегают. Вот ты попробуй, ты сама увидишь. Ты сама увидишь. Вот попробуй. Ты теперь включи, а звук выключи. И посмотри на них. И ты сразу увидишь, что у них такая пустота там. Они прям извиняются, что ни черта он с собой не принес. Ничего нет. Он такой, вот извините, так кривляться только могу. Вот и все. А Гамлет актерских кривляний не одобрял. Не одобрял. Кстати, да так правильно. Значит, были у него на то основания. Да, ведь не дурак же был. Не дурак. Не дурак. Правильно? Вот только притворялся. Притворялся. Вот за это я не люблю актеров. Не люблю я актеров. Актеров и футболистов хорватских еще не люблю за это. А вот Леонова, если в глаза посмотреть, ну точно так же. Звук выключить и в глаза посмотреть. А там у него что в глазах? А у него там, а у него там жизнь в глазах. Жизнь, понимаешь? Вот это актер. У меня с Леоновым все фильмы дома есть. Я когда ему в глаза вот так смотрю, я на два дня отгул беру и водку пью. Вот это артист. А вы что, специально так делали? Звук выключали, чтобы Леонову в глаза посмотреть? Ну да, а что? Нет, ничего, ничего, ничего. Ничего, ничего. Да нет, ну мне бы это и в голову не пришло. Манечка, если бы ты знала, что мне иногда в голову приходит. А что ему вот в голову приходит? Если бы ты знала, ты бы вообще с ним в одной комнате не оставалась. Актеры бедненькие, одни трагедии. Да и трагедии в жизни не видела! Да актеры рабы! Они от всего зависят! От всего! От режиссеров, от партнеров, от публики, от удачи, от судьбы! Актеры, они дрожат все время, дрожат! Дрожат все время? Они даже когда чайку получают, они дрожат! Да, они получают и думают, а вдруг это последний раз в моей жизни! А вдруг, вдруг слава дым, а сам я пепел, они получают и снимают фотографы! Они улыбаются и думают, а вдруг я плохо получусь! Все увидят неудачное фото и меня больше никуда не позовут! И все меня забудут и я умру, как собака! Вот! Вот и все актеры дрожат! Они знают, что их забудут! Их обязательно забудут! Они знают об этом! Знают, потому что их забудут! Некоторых не сразу, а всех остальных сразу! Что, трагедия? Что, нет? Трагедия? Да ни хера! Это не трагедия, Аня! Да! Не трагедия это! Не трагедия! Ты думаешь, я зачем в контору работать пошел? В какую контору? В какую контору? В нашу контору! Ну, чтобы защищать маленьких и слабых, таких как я! Правильно! Правильно! Чтобы маленьких защищать! А что приходится мне делать? Больших охранять, а не маленьких защищать! Вот таких вот кактусов, как ты, значит, что? Значит, получается, что я? Просто власти хотел, да? Власти? Вот над такими, как ты, кактусами! А надо мной еще этажей сто! Не поняла! Чего ты не поняла? Каких этажей? Каких этажей? Кабанов диких этажей всяких! Кабанов диких надо мной! Этажей сто! Диких кабанов, уродов, зверей! А подо мной вот такие кактусы! Внизу сто этажей, наверху сто этажей! А я где? Я кто такой? Никто! Никто с оружием, да? Никто с оружием? Да ты скажи мне! Актеры мне! Какие вы нахер актеры? гастарбайтер где-то во фраках таджики то честнее вас актеры да вы должны мне мне вот простому конченому человеку показать где выходы где годы они же должны быть где-нибудь эти выходы и входы а вы боитесь все боитесь чем боитесь что забудут что не узнают что умереть боитесь да сдохнуть как собаки а жить не как собаки вы не боитесь а а чё ты молчишь говори говорили тебе трагедии захотелось я тебе покажу трагедию я тебя покажу трагедию все-все-все-все убрал камеру я думал только актеров кроет а вас вообще кроет черепицы натурально включай свое кино видишь лёхи слушай хватит гореть какие поиски образов какие поиски образов не надо строить из себя олега далее да и олега эфиримова тоже не надо просто в каждом искусстве есть как тебе сказать в каждом искусстве есть свои этапы вот взять литературу да как там поэт в россии больше чем проект что это значит это значит что поэт писал правду это было круто это было опасно его за это уважали за это и на дуэли валили у нас всегда кого уважают сразу валят ну потом конечно ставили памятники народная тропа вся байда это был это был золотой век поэзии золотой век золотой век золотой век потому что поэт был как сми средства массовой информации а сейчас поэзии у нас где правильно в жопе потому что потому что там где у людей стоял блок часто и телевизор а там юмор с утра до ночи юмор и кулинарное шоу а почему потому что люди достали поэты их поиски они хотят ржать и жрать вот тоже самое с театром только не нужно сделать этого трагедии до золотой век театра прошел но это не значит что он умер люди ходят вон марк захаров как-то крутится просто нужно всегда быть на волне и грамотно пиариться а уж в таком городе как москва один зал один зал народом всегда можно забить да я сразу говорю я не тарковский я делаю шоу красивые люди со сцены говорят и создают хорошее настроение в наше нехорошее время народу ходит довольный как слоны мужики посмотрели на красивых женщин будет что вспомнить дома женщины посмотрели на молодых красивых актеров тоже будет что вспомнить в объятиях своего бесформенного друга вы своим последним спектаклем гордитесь гордитесь смысле значит гордитесь но как же вся москва об этом говорит актриса убила трех коллег из-за роли что же за спектакль что человек на такое пошел и за роли в нем это гамлет этим все сказано все надо понимать что актеры в особенности актрисы это особенные люди homo sapiens theatralus вот так вот у них отдельная психика и то что он кажется бредом для них это образ жизни а это ваше было решение снять актрису с роли которую сейчас обвиняют в тройном убийстве что вы пристали с этим словом убийства в каждой пьесе шекспира мрут кучу народа кого-то убивают люди мрут как мухи и заметьте не от свиного гриппа смерть это просто смерть это образ есть такая тема в театре смерть ничего ну так это ваше было решение снять ее с роли офели почему потому что есть такая профессия режиссер и он вынужден и обязан принимать решение вы не чувствуете своей вины меня не мучит совесть их конец награда за пронырство подчиненный не суйся между старшими в момент когда они друг с другом сводят счеты в переводе пастернака к сожалению я чувствую свою вину всю жизнь я двух гамлетов и двух афелей лишился за один вечер в остальном почему он это сделала вообще аналия это сделала еще не доказано так что не будем спешить давайте дождемся финала и там сразу будет все понятно я думаю слушай хватит профилю давайте поговорим про новую постановку не интересно про новую не интересно про новую ну и пошел в жопу тогда о чем мы говорим слушайте вы видите его из театра кто пустил вот этого срань выгоните его в шею про убийство ему интересно давайте я сейчас убью сотри все что написал ну не мол и мало спалу Мало спалось, мне малым мало спалось, ой, да во сне привиделось. Мне во сне привиделось, будь то конь мой вороной, разыгрался, разгулялся, ой, да разрезвился подо мной. Налетели ветры злые, ой, да с восточной стороны и сорвали черную шапку с моей буйной головы. Ай, Есаул догадлив был, а он... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А-а-а! Кто стрелял? Кто провел оружие? Вариницу! Что вы стоите-то? А что там случилось-то? Сейчас вызову охрану. Алло? Первый корпус. Ну, срочно надо охрану. Да я сама не знаю. Там! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот, держите. Ну что вы, что вы стоите? Идите, на помощь зовите! Это я вызвала уже! Они бегут. Вот куда? А эту? Возьмите же эту свою камеру-то! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да прекратите его снимать! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Товарищ генерал, надо с этим обратиться? Ну, давай, сынок. У меня так, вопросы. Товарищ генерал, как вы считаете, вот, кого больше кроет? Актеров или ментов? А что значит кроет? Вот почему вы называете милицию менты, а актеров актерами? Как я понял, пришли поговорить о Алексею Биленкове, моем подчиненном. Ну да. Он теперь уже бывшим, я так понимаю. Биленков в клинике, И когда он оттуда выйдет, неизвестно. А точнее, кем. И что? И вот вы хотите, чтобы я сказал, что? Что он преступник? Это пусть суд решает. Или что он псих? Это врачи. А для меня Беленков мой лучший офицер. Ну и все-таки, кого больше кроет? Ну давайте так, Шутов или Копов? Да с Шутами вообще все ясно. Хотя кроет больше не Шутов, а Королей. Милиция, полиция. Это не главное. Я сейчас и в министерстве говорил, и говорю, главное, чтобы были людьми, а не скотами. А там уж называйтесь как хотите. Хоть ежиками в тумане. Людьми оставайтесь. Ну а за каждым идиотом вы меня, извините, не уследишь. Идиотом с оружием? Идиот. Он и без оружия опасен. Тебе понятно это? То Беленков я тебе еще раз объясняю. Беленков это лучший сотрудник нашей службы. И вообще, что вы себе позволяете? Вы спрашиваете, кого больше кроет? Да вас самих больше кроет. Вот Чикатило, например. Много лет оставался на свободе. Потому что был обычным человеком. Не носил погон. Ничем не выделялся. И большинство маньяков не милиционеры. И не военные. И погон не носят. А как вы относитесь к театру? К чему? К театру. К какому театру? К обыкновенному театру. А при чем здесь театр? И вообще, что это такое? Что происходит здесь? Вы сюда зачем пришли? Вы пришли о майоре Беленкову поговорить, который в виду попал? Или хотите свои интриги здесь гнать? Уберите нахуй отсюда, желтизна. Идите отсюда. Камеру гасите. Идите отсюда. Заберите его. Кто там? Это я. Сережа. Лежи, лежи, лежи. Как сам-то? Тарантино. Опять ты Своей камерой. Это. Слушай. И я это. Если надо, в письменной форме все напишу. Только чтобы Лешки ничего не делали. Ну, я напишу, что это я все сам. Ты генерал так скажешь, что это я все сам. Понял? Ну, че, че сам себе? Ухо и селезенку прострелил? А как там? Как Леха-то? Он очолкался? Че у него? Да нет. Кажись, уехал наш майор вместе со своей крышей. Такие дела. Вряд ли отмазать получится. В больнице-то лучше, чем в тюрьме-то. Не знаю, не знаю. Здесь реанимация. Понимаете? А ну, вон отсюда. Нашли, о чем говорить. Для таких сослуживцев не психбольницу. Это, слушай, ты понял, ты напиши. Вон отсюда. Генерал, напиши. А я, что, я все, я все понял, да? Да, да, ты давай, поздоравливай. Не надо здесь снимать уже. Хватит. Вы же уже наснимали здесь. Ну, что вы? Я же просил уже. Да нет, что вы, что вы? Ее уже давно забрали, да. Нет, нет. не выздоровела. Но забрали. Не знаю, куда-то на лечение за границу. А, нет, вины, вины не доказали. Не знаю. Ну, за ней приезжали какие-то известные люди. Да, ладно, кстати, извините, извините, пожалуйста, но мне вот пациента нужно на процедуру отвозить. Все, хватит. Лихо. Михалков Кончаловский. Ты за мной, что ли? Позывай от меня. Что, не могут без меня, что ли? Зарниться, что за пленение. Миха, я Леха. Я майор, я Леха. Тяжелый случай. Ты не верим. Они говорят, что я этих Гамлетов завалил. Не верим, Миха. Я же сам Гамлет. Я люблю театр. Миха. Передай пацанам, я люблю театр. Миха. Люблю театр. Я люблю. Я люблю театр. Миха. Миха. Я люблю театр. Миха. Я люблю театру. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова так ну что начнем лидия васильев да лидия васильевна вы в театре сколько лет 25 о солидный срок до пол жизни почти а как попали в театр то есть взяли билет на спектакль да нет поступала в щукинская а ну и не поступили ну и понятно почему не поступила 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 в щукинская правда с четвертого раза как поступили легко поступила читала цвета его я люблю цвета его я сейчас лежу ничком взбешенная на постели если бы вы захотели быть моим учеником я бы стала в тот же миг слышите мой ученик меня взяли ну тогда как же то есть я не понимаю то есть что как докатилась так хотели сказать да нет 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 королева может стать уборщиц просто не повезло в любви то есть я полюбила страстно я была очень красива изящная гурченко помните представляете себе ну в общей чертах да и улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз и хорошее настроение не покинет больше вас ну вот я была такая же только моложе талия 50 сантиметров рост а он мой муж он был не наш что значит не наш не из театральной среды и он все это в общем он был против я отказалась от нескольких предложений а потом мне сказали что мою нишу заняла мариночка не елова что все были как гурченко были как не елова и что как так сначала я отказалась от ролей потом мне перестали предлагать роли а потом муж умер я осталась одна и вернулась сюда но кем можно вернуться в театр если ты уже не гурченко уборщица тоже неплохо между прочим полы в театре совершенно особую энергетику имеет вы попробуйте пройдитесь босиком по нашему полу это же весь организм завершает это чистит тебя все вам не трудно смысле без славы я часто его вспоминаю слава конечно виноват что у меня вот так все с карьерой извините я имел ввиду не вашего супруга соболезную вам я имел ввиду славы актерский ну почему без славы но иногда мне жаль что так все но кто-то должен полы мыть это театр вы знали актрису вот с которой все это произошло ну когда обвиняются конечно знала в театре даже мыши знакомы кстати чтобы вы знали мыши в театре тоже слушают спектакли я много раз видела ничего не грызут пока спектакль идет сидят потрясающе да ну а все таки ну вот вот как вы думаете как это могло произойти как могло так случится что актриса на такое пошло это же все таки убийство а как в жизни случается ну представь себе девочка всю жизнь хотела эту роль всю жизнь ее репетировала потом всю жизнь мечтала получить эту роль и вот у нее берут и забирают в один день это как душа у тебя вот так берут без наркоза с нормальным человеком может инфаркт случится это актриса это шаровая молния без паспорта нет с паспортом но перенервничала девочка я ее понимаю понимаете да и вы поймете если тут походить по походите тут по нашему полу запах запах театра если в один раз почувствовал все то ты нормальной жизни пропал театр это так сказать влюбляются стреляются тут вроде как понарошку а убивают всерьез жалости нет в театре все как жизни только хуже это ужасно но я стараюсь не забыть чтобы не забыть я вспоминаю они хотят меня тут навсегда я не могу так я не могу так нет ну это плохо нечестно забывать актеров они же все отдали все что у них было все а их забыли нет это нечестно я пытаюсь не забыть чтобы не забыть я вспоминаю но я все равно забываю его я уже забыла его голос я начинаю забывать его лицо нет это плохо это нечестно забери меня отсюда я не хочу здесь оставаться забери меня домой пожалуйста не забыть вот вот Продолжение следует... Продолжение следует... Что вы можете сказать современным актерам? Ну, для начала я бы хотел сказать, что церковь осторожно относится к этому виду искусства. На самом деле, если вдуматься, то можно провести некие параллели. Потому что много людей, которые по разным причинам не могут прийти в церковь. Много одиноких людей, оставленных, людей с психологическими проблемами. Но эти люди, приходя в театр, просматривая глубокие фильмы, можно сказать, отдыхают душой. Если сам спектакль несет идею положительную, если сам спектакль нравственный, то на фоне зла, например, видно добро. Но если спектакль безнравственный, если спектакль аморальный какой-то, плохой, то, соответственно, кто бы там ни играл, а в чем не будет стоить выделки? То есть будет, конечно же, грех. Наша жизнь — это испытание. Это непростая. В такой сложной профессии встречается много искушений, много подводных камней. И люди, проходя этот искус, приходят даже к вере, приходят к Богу. Такое тоже бывает. Желаю бы актерам прийти к вере, прийти к Христу, к Богу. Только тогда они смогут, я бы сказал, служить, потому что сами актеры говорят о их деятельности, что они именно служат, а не работают. Вот в их служении я бы вот это хотел им пожелать. Спасибо вас, Господь. Всего доброго. Спасибо, Господь. Я знаю, мечты сводят с ума, бывает. Я знаю, мечты приводят туда, где земля и небо, где добро и зло полярности меняют. Зачеркнуть, истереть, разорвать, не суметь. Рваный ритм, сердце в такт, и опять все не так. Бьюсь о лёд, бьюсь о небо, столько сил взять мне, где бы, взять мне, где бы. Мечты, я знаю, мечты сводят с ума, бывает. Мы ориентир теряем, я знаю, мечты приводят туда, где земля и небо, где добро и зло полярности меняют. Бытие, небытие, мысли вслух в пустоте, крик и плач, но внутри темнота. Лови, 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 сердце лёд, сердце небо, столько света. Взять мне, где бы, взять мне, где бы, взять мне, где бы. Я знаю, мечты сводят с ума, бывает. Мы ориентир теряем, я знаю, мечты приводят туда, где земля и небо, где добро и зло полярности меняют. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok